Десна ТВ Десна ТВ Десногорске. Площадка будет расположена ближе к окраине города, тем самым расширив привычную географию расположения игровых городков. За последние два года в Десногорске появились четыре новых детских игровых площадки. Более десяти отреставрировано из установленных ранее. Но аналогов в таком масштабе тому, что уже строится во втором микрорайоне, в городе до этого не было. Здесь появятся канатные игровые комплексы. А именно архитектурные формы необычного формата направлены, в первую очередь, на развитие локтости, быстроты, мышления. Спрос на подобные конструкции в городе есть. Это подтвердил проведенный в сентябре «Соцопрос», в ходе которого свое «за» высказали 87% проголосовавших. Работы по возведению комплекса начались месяцем позже. Сейчас происходит монтаж игрового оборудования. Игровое оборудование закуплено полностью. Резиновое покрытие мы будем устанавливать уже в 2021 году, когда уже будет тепло, будет положительная температура, потому что сейчас ее оставить нельзя. Канатный игровой комплекс рассчитан на пользователей от 5 лет. Но конструкции особенно будут рады дети постарше. Специально для них элементы будут массивными, прочными и безопасными. Поэтому повышенное внимание со стороны детей им будет нипочем. Кроме того, на площадке предусмотрены места отдыха. Строительство происходит при финансовой поддержке фонда АТР-АЭС. Сдача объекта планируется в первой половине следующего года. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 7 ноября велосезон в Десногорске уже традиционно завершается марафоном. Мероприятие под названием «150 за 24» в этом году прошло уже в шестой раз и привлекло своих преданных сторонников, среди которых представители Десногорска, Смоленска, Сафонова, Рословля и Москвы. «Сегодня дождя у нас нет и погода неветренная, но ещё всё впереди, не переживайте, и будет вам и грязь, и будет вам и ветер». Как и в прошлом году, марафон посвящён памяти Юрия Васильевича Кузнецова. Председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС ушёл из жизни в 2019 году. При этом он и ныне остаётся вдохновителем десногорских спортсменов. «Человек, который дал нам эту возможность проводить такого рода мероприятия, помогал нам во всём. Это наш вектор, наше направление». Марафон стартовал от спортивного центра Генина. Круг протяжённостью 37,5 километров пролегал по живописным окрестностям Десногорска. Вдоль леса, мимо трёх озёр, а также с переправами по семи мостам. На протяжении трассы были и привалы для желающих подкрепиться и набраться сил. Всего в марафоне приняли участие более 35 спортсменов. Участники из Десногорска отличились на пьедестале. Второе место среди мужчин – Максим Бондарев. Лидер среди женщин – Людмила Вильчанская. Лидер среди ветеранов – Сергей Печерица. Весь пьедестал сверхмарафона заняли представители Сафонова. Все участники, завершившие заезд, получили памятные подарки. В конце выпуска о погоде. 13 ноября в Десногорске пасмурно, осадки не ожидаются. Днём плюс один, ночью минус один. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!